всем доброго времени суток уважаемые подписчики гости моего канала сегодня у нас на обзоре легенда это назвал боеводная на убийца трех семерок аппарат тошиба бомбит w x1 а вообще модель называется rt с 983 хотелось бы немножко таких сухих фактов за этот аппарат давайте быстренько пробежимся потому что если полностью его рассматривать тут и часа не хватит вот выпуска 82 цена на момент выпуска был порядка 550 долларов четырехполосная акустика двухполосная акустика 4 динамика значит вы чешки 4 сантиметровые н чешки у нас 12 сантиметровые и 16 сантиметровые пассивные излучатели размеры аппаратом 740 на 379 на 180 миллиметров вес 14 килограмм это то что заявлено по паспорту но вообще чтобы понять таких он размеров давайте как обычно мы кассеткой в кассету приложим и померяем кассетой таре попугаями как где подписчики говорят аппарат огромный вообще огромный большущий но вот смотрите кассеткой раз два три четыре пять шесть семь кассет и в высоту 1 2 3 4 5 5 с половиной вот таких вот он исполинских огромнейших размеров сам аппарат состоит как бы из трех частей основная часть это вот это а снизу у нас две колонки которые отстегиваются их можно разнести по бокам а сама тушка комплекте вообще должны были идти подставочки к ней становится на подставочке то есть вот такой вот огромный аппарат которого полноценные колонки полноценнейшие но теперь давайте пробежимся сразу же по функционалу кнопок очень много честно вам скажу даже некоторые я не знаю как работают и как обычно слева направо начинаем ну наушники то понятно кнопочка power дальше кассетная часть pitch контроль насколько я понимаю но он не работает в этой аппарате насколько я понимаю это скорость ленты контролирует на деку а но она выброшена не работает я вскрывал аппарат там даже и шлейфы оттуда вот соединены так первая кнопка у нас точнее вторая именно которая за воспроизведением spice white значит как по мне это тошиба сделала как расширение стерео базы я потом сейчас камеру отдалю сделаю погромче мы по включаем его послушайте как это все получается в него моно стерео значит мы можем переключить нас аппарат чтобы он работал в моно вчера меня кстати очень сильно это зацепило я не увидел что кнопка была нажата начал его прослушать думаю да что ж такое думаю почему почему не работает следующая кнопка ты и ты без стрелочки насколько я понимаю скорее всего это наверное на вас произведение когда одна кассетка закончится то через паузу скорее всего скорее всего поправьте меня я могу ошибаться запустится в декаби deal light я не знаю что это за кнопка может быть она не работает я сколько пытался ее нажимать ничего из этого у меня не получается мои любимые стрелочки индикатор уровня очень красивые вам честно скажу работают просто шикарно дальше у нас три светодиодика батареи все время горит значит обозначает том что аппарат включен fm стерео и light indication я не знаю почему тоже опять-таки тюнинг все время горит зеленым аппарат старенький честно скажу очень много был в ремонте у кого может быть часть каких-то функций не работает скала радио 4 поддиапазона fm длинный 88 108 вот в этой вот щелочки спрятан микрофончик также и здесь микрофонов 2 пишет в стерео большая ручка регулировки точнее настройки диапазонов и она здесь сделано знаете крутишь ее такое впечатление что какой-то муха маховик там поставлен точнее стоит наверно очень мощно очень так насыщенно ну и подстройка файн тюнинг сейчас попробуем как раз кнопочку space white чтобы вы поняли но я не знаю конечно youtube передаст или не передаст но попытка не пытка сделаю погромче вот сейчас без space white обычное стерео ну как по мне расширяет он стерео базу интереснее начинает играть мне больше так нравится деки обе деки могут и работать с тремя типами ленты с первым со вторым из третьим типом единственно что нужно будет переключателем это все регулировать но это я потом покажу значит soft touch микролифты наверное здесь уже чуть-чуть подгуляли очень плавно нажимается очень срабатывает приятно я люблю soft touch мне очень нравится правая деком тоже пишущая значит здесь у нас есть поиск по паузам есть на кнопочка опять-таки немножко подгулянная тоже soft touch это у нас все три кнопки поиска дальше переключатель бит это для длинных волн переключатель type а по типу пленки normal chrome и metal кстати кстати мне там кто-то говорил о том что такие переключатели только лишь срабатывают на запись ничего подобного при воспроизведении то же самое когда переключаешь chrome или в metal сразу же слышно селектор входов точнее не входов а функциональности работы самих д как они будут записывать писать то есть дубинг с деки б на деку а наоборот а на б также функция записать с радио на б или на а довольно таки много вот это вот все вот это вот все наши светодиодики это все у нас на запись красиво это все включается честно говоря ну поражен поражен я дизайном предназначение вот этих трех переключателей я так и не понял nr адрес out nr in адрес in не знаю не могу не могу судить что это такое нажимаю реакции 0 может быть что-то это связано с поиском переключение под диапазонов вот а дальше пойдет самое интересное переключателя тейп микрофон линейный вход радио и включение миксера дальше регулятор у нас ну микшинг волн понятно тейпи монитор вот это очень интересная штучка я вам покажу чуть попозже когда уже дойдем до конца значит у нас регулировка уровня записи по канально правая левая значит типа как эквалайзер ну эквалайзером его тоже не могу назвать значит может добавить баса вас добавляет очень много сразу вам скажу и можно добавить еще и и и си би эс и эс би эс левел что-то еще добавляет как по мне она меняет меняет звучание аппарата и регулировка громкости два хода на микрофоны но теперь отдельно за вот этот тейп монитор то что я сказал вот сейчас смотрите играет кассета уровень записи у нас но под заваленный даже на плюс 3 децибела скачет это на то что касается левой деки вот мы ее переставляем кассетку правую деку включаем в принципе тоже самое да а вот сейчас я беру и тейп монитор опускаю вниз видите он изменяет входной сигнал можно сделать как меньше также и добавить ему чтобы у нас с перегрузом с перегрузом мне очень понравилась эта функция я первый раз такую вижу вообще в магнитоле то есть если подпорчена запись если он начинает не вытас не вытягивать я могу всегда компенсировать на воспроизведение очень классная функция очень понравилось я честно говоря в восторге обзор я специально сделал вот такой краткий потому что тут можно они разговаривать часами давайте наверное подводить итог сзади в принципе там ничего интересного две антенки вход линейный вход линейный выход и входы под микрофоны общее мнение за аппарат безумно понравился красивый симпатичный пусть меня сейчас заклюют любители трех семерок но я сразу вам скажу у меня три семерки были я продал не жалею о том что я их продал но вот такую-то шибу я себе именно в коллекцию очень сильно хочу уже в принципе заказ я сделал потому что это на этот тот аппарат который обяза обязательно должен быть в коллекции на нем очень приятно слушать он шикарнейший выглядит посмотрите какая приятная у аппарата подсветка вот я вот включаю нежно нежно зеленая здесь нежным белым цветом и светом единственная таки не понял почему не сделали подсветки на деках ну для меня это загадка как-то осталось звук опять будут много мне писать в комментариях и плохих наверно слов может быть и хороших слов но скажу честно и от себя звук потрясный три семерки опять ты я вам говорю он не будет так играть не сможет он так заиграть он не переиграет то что это мое мнение и в принципе здесь по качеству звука по качеству звука то же самое по он сейчас чуть-чуть сделаю громче может быть с ним будет там сравниваться какие-нибудь а его 520 и те же акаи но только не три семерки опять таки я же говорю что не зря назвали аппарат убийцам 3 убийца трех семерок шикарно звучащий аппарат очень красивый очень стильный дизайн сами можете послушать очень четко красиво передает резко я бы не сказал бы что здесь так много басов любителям бум 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 он наверно не особо понравится но опять таки можно все настроить под себя вот такой у меня получился принципе кратенький обзор на этот аппарат не стал я уже разбирать может быть сниму следующее видео с разборкой опять таки это очень много времени на это уйдет но хотя опять пишите если вам будет интересно снимем переднюю панельку и посмотрим как он устроен там внутри всем спасибо задавайте вопросы подписывайтесь на канал ставьте палец вверх я работаю для вас всегда всем мира добра пока пока с вами была ташиба бомбит wx1